Приветики всем подписочникам и не подписочникам моего YouTube-канала. Меня зовут Аня, я певица, випкамка и блогер. И в этом видео я просто хочу поделиться своими эмоциями и поделиться с вами событием, которое недавно произошло в моей жизни. Я до сих пор немного в таком вот шоковом состоянии. Я не верю, что это произошло со мной, потому что это выглядит как сюжет какого-то фильма романтического или какой-то рилсик успешного блогера в Инстаграме. Давайте уже переходим к делу. Для меня день рождения всегда был очень важен, потому что с детства папа меня приучил к тому, что он всегда на день рождения делал мне какие-то сюрпризы, подарки. То есть я ожидала не просто, что мне подарят подарок, а я знала, что я проснусь и подарок будет уже стоять у меня в комнате или что мы сюрпризом поедем в парк аттракционов. Ну то есть вот это все заставляет меня в день рождения ждать чего-то особенного, какого-то сюрприза и так далее. Я готова просто на 200% сказать, что то, что сделал для меня мой мужчина в этот день рождения, это лучший вообще сюрприз за всю мою жизнь, лучший подарок за всю мою жизнь. Это наш первый совместный день рождения. Мы вместе на тот момент были 5 месяцев. И еще, кстати, прикольный факт, что его день рождения на следующий день после моего. Началось все в 3 часа ночи. Привет. Привет. Выходим через 20 минут. Одевай, пожалуйста, более-менее теплое что-нибудь. Типа толстовку. Тень штаны. Носочки. Ну нет. Сандалии. Сандалии? Сандалии не может? С носками? Он разбудил меня. Я вообще ничего не понимаю. Мы садимся в такси, куда-то едем. У меня с собой вообще ничего нет. Я только захватила Айкос и телефон. И я что-то спрашиваю, ну что, куда, куда мы едем? Я вообще сонная, ничего не понимаю. И он что-то сказал, типа, на звезды смотреться. Такая думаю, наверное, мы едем сейчас кушать где-то, может быть, под звездами. Или в соседний город, что тоже прикольно в целом. Но я даже пока ехала, я немножко злилась, что, типа, блядь, ты меня разбудила ради этого в 3 утра, и мы сейчас куда-то едем. Но, типа, я понимаю, что это был сюрприз. Он точно придумал что-то прикольное, но я не ожидала, что настолько. И я вижу, что мы подъезжаем в аэропорт. Я такая, о-оу. Наверное, мы будем летать на вертолете, может быть, по ночному городу или что-то типа того. Но я вижу, что он стремительно идет на стойку регистрации. Вернее, это чекин. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот в эту зону. То есть у нас вылет. Я такая, так, у меня на этот день запланирован вообще-то ужин с друзьями в ресторане. Я забронировала столик, я всех пригласила. Я понимаю, что уже тут какая-то вот заварушка, и надо все нафиг отменять. Все резервации, все такое. Я пишу в 4 утра, друзья. Сори, я тут в аэропорту. Мы, кажется, это самое... Ну, я сюда вставлю этот кругляшок. Друзья, вечеринка отменяется. Никакого ужина, ничего. Мы в аэропорту улетаем. К этому моменту я все еще думаю, что мы, наверное, летим в какой-то соседний город. У меня с собой вообще ничего нет. Вообще ничего. То есть я вот как вышла из дома в тапочках с Айкосом и с телефоном. Почему я в тапках и в носках? Ну, круто же. У меня нет ничего с собой вообще, кроме Айкоса. Ну, за что тебе еще нужно? Зарядка. От чего? Телефон, например. От телефона есть. Умывание мои. Умывание есть. Мои косметологические приборы? Да. Приборы? Ну, все, что там мне надо, крем. Все, что ты на видео показывал, все. И когда я смотрела на стойку регистрации, там же вылеты все написаны, я вообще не подозревала даже, куда мы летим. Я вообще не понимала, там Оулу, какой-нибудь Лондон, Берлин, вообще ничего не понятно. В Ниццу? Ты хотела бы в Ниццу? В Малагу. Или в Малагу ты бы хотела? И вот туда, я туда бы хотела. В Краков. В Краков? Это что вообще? Что это? Я уже не выдержала, и я такая, все, говори, куда мы летим, давай. Я не смогу точно словами передать вам свою реакцию, поэтому вам лучше самим посмотреть, как это было. Ну, куда? Говори. Говорить? Да. Точно? Пальма де Марокко. Вот тут это? Да. Это куда вообще? Майорка, слышала такое? Ого! Майорка, это там тепло. Да. Это остров Испанский. Мы летим в Испанию? Да. Вау, Тёма! И будем там купаться? Да. Это самое прикольное! Только почему я в таком образе? Ну, потому что в самолете холодно. Блин, Тёма, это прикол. Я, правда, не знала, что такое Малорка. Помнишь, что ты ткнула пальцем, когда ты смотрела путешествие? Туда ты сказала, вот, Палма Малорка, ты сказала. Я уже к этому моменту забукал билеты туда. Реально? Да. Прикол. Во-первых, я охуела от того, что это Испания, от того, что это теплота, мы будем купаться, и вот это вот всё. Но я вот, как вы видели в видео, об этом сказала, потому что я очень хотела купаться на море. Я очень хотела теплоты, солнышка, пляжа, вот этого вот всего. Но меня тронуло в этом сюрпризе даже не это, даже не то, что мы летим в Испанию, а то, что он продумал всё до мелочей. Я вообще ничего не подозревала. Он сам нашёл мой паспорт, купил себе билеты, зачекинился. Он сам собрал мои вещи. Одежду, купальник, всё, что нужно. Антидепрессанты, даже косметику. Он советовался с моей подружкой, она втихаря приходила к нам домой, смотрела на мою косметику, говорила, что мне может понадобиться. А ещё, чтобы убедиться, что он точно всё правильно взял, он пересмотрел мои видео на Ютубе и заскринил там все продукты, которые я использовала в Get Ready With Me. Какую-то косметику, которая мне важна. В общем, он взял всё. Он вообще продумал всё до мелочей. И вот от этого мне было так приятно, так тепло. Для меня никто такого не делал, никто настолько внимательно к деталям не относился к моему сюрпризу, к моему подарку. Я почувствовала такую любовь и заботу. Ну, во-первых, я почувствовала огромную любовь к нему. И, во-вторых, я почувствовала огромную любовь его ко мне, что он так ответственно подошёл к этому сюрпризу. Это мой парень. Мы ездим на Майорку. И мы провели в Испании всего лишь два дня. Но это было так охуенно, что это даже круче, чем если бы мы спланировали этот отпуск и полетели туда на неделю или на две. Мы полетели буквально отметить мой день рождения и его, потому что нам нужно было дальше на работу. И там, ну, какие-то были дела, то есть мы не могли остаться дольше. И это было просто вот такое вот спонтанное путешествие, чтобы отметить наши дни рождения. Эти дни были настолько счастливыми, настолько наполненными любовью. Сейчас будет небольшой влог с этой поездки, поэтому посмотрите сами, как всё это было. Маша, ты что-то хочешь покушать? А нам что-то предложат покушать? Ну, да, я думаю, да. Это у нас покормка. Ещё и раз покушаем. Тёма, так круто выглядит. Тёма всё продумал до мелочей, представляете? Выбрал луки, взял мои антидепрессанты, взял мне солнечные очки, шляпу, купальник. Вообще всё продумал. Я вот такой мудрый сокровищник. Ты в солнечных лучах. Я в твоих даже на волосах. Она играет в Тестрис, и я ей даю советы. Это туда. Она сказала, что в Финнээре 30 женщин-капитанов есть. Вау. Да. Я сказала, что она фрустрейтит, потому что у неё не получается никак побить рекорд в этой игре. Это я со штюардессой там разговаривала. Круто. Синяя вода. Вау. Ну, монстров какой-то. Сейчас что-то типа завтрака у нас будет, да? Ага. Тёмочка такой летний. Это ещё не все сюрпризы, говорит Тёма. Сказал, что у нас ещё какой-то отель с подвохом. Посмотрим. Сейчас мы едем на завтрак. И жили там рядом с горой. Мы завтракаем. Принесли вот такое изобилие. С днём рождения тебя. Спасибо, мама. А ты знаешь, где я? Не знаю. Я в Испании, на Майорке. Чё, серьёзно? Да, Тёма мне устроила сюрприз, разбудила меня в 3 часа ночи, отвёз в аэропорт. И вот мы на Майорке. А, мы вдвоём поехали? Да. Ай, Гната. Он с Настей остался. Ну, хорошо, наслаждайтесь. Пловите эти дни тепла. Да. 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 Мастенька, здравствуй. Днём рождения ещё раз. Спасибо, пап. А ты знаешь, где я? Где? Я в Испании. Когда ты вот туда улетела? А сегодня ночью Тёма меня разбудил в 3 часа. Повёз куда-то. Говорит, тебе сюрприз. Сейчас приезжаем в аэропорт. Я не знаю, куда мы едем. Он захватил мой паспорт. И вот мы прилетели в Испанию. Какой молодец. Видишь, как любит, значит, тебя. Да. Респект ему и уважуха. Ну, неправильно я сказал. Молодец, скажи. Папа рад, что такой друг рядом есть. В общем, вот мы в Испании. Видишь, как у тебя депрессия, что твою сразу в эту сторону. И, видишь, как молодец. Для тебя это был сюрприз, да? Ну, я не знала. Он просто меня разбудил. Он сказал, через 20 минут выезжаем. Ой, ой. А я просто с телефоном и с рапком вышла. Да, такого сюрприза у тебя ещё. Да, и у многих женщин такого сюрприза не было. Да. Даже за всю жизнь. Да. Видишь, как неожиданно и приятно, конечно. Здорово вообще. Фотографии только. Хорошо. С удовольным лицом. И это будет мне самый подарок. Больше ничего не надо. Ну, это просто, конечно. Посмотрите, какой у нас вид. Вы там ёбнулись? Вы там ёбнулись! Все вы. У нас просто море! Посмотрите, вы это вообще не сознаёте хоть немного? Наш отель находится прямо в порту. Здесь можно ещё на сапах кататься и снорклить. И это всё включено в аренду номера. И бассейн вот такой вот приколдесный. И сейчас вот мы пробираемся на пляж. Вот этот, который мы видим из окна, маленький. Сейчас стоит, а там я приплыву к тебе. Сексуально? Да. Круто? Да. Сейчас попой нырнуть, подожди. Круто? Тома. Мы купаемся тут, кстати. Тёмочка хочет куда-то далеко уплыть. Тём, плыви. А вот прям наш отель. Тёмочка такой проворный. Он взял мне мои летние аутфиты, даже все самые прикольные. И ещё, посмотрите, он собрал мне косметичку. Тут румяна. Кисть даже взял, представляете? Он додумался взять кисть для того, чтобы я красилась. Потому что здесь бронзеры, два вида. Консилер, тушь. Вообще всё взял. И даже гидрофильное масло для умывания, чтобы СПФ снимать. Тём, как ты вообще такой мудрый стал? Обратите внимание, какой у нас вид в ресторанчике. Яхта. Выбирай, какую хочешь. Мы уже объели обедки, но надо хоть что-то показать вам. У Тёма ещё была капуста, он её уже съел просто. У меня бургер. Яхта на месте пока что. Яхта на месте. мы начались у бассейна накупались теперь мы идем гулять и ужинать такой вот аутфит не тема подобрал очень даже хороший себя такой кстати чем на панама посмотрите какая у тём панама с клубничками очень подходит под твой стиль мусорный контейнер мусорный контейнер мусорный контейнер мусорный контейнер Это очень вкусно, я не знаю. Это жарко схватится. Была тут рыбка с креветками. Мы всё съели уже. Забыли с фоткой. Я приложу. Я фотку тут приложу. Мы в то же самое местечко пришли. Сегодня у нас вот такое вот круассановое застолье, я бы сказала. Очень красиво. Да. Мы приехали купаться на другой пляж, который нам посоветовала наша рецептиционистка. И тут очень много местных хотят уж купаться на этот же пляж. Я хочу, чтобы меня вода вот там захлестнула. Чтобы мне вода в попу захлестнула. Не заплёсывай. Вот это мне нравится. Это купель. Какая тут красота. Тунец, помидоры, гуакамоле. Это шоу. Это пища. Пища очень теплая. Это имирата. И мороз. И вода. Это и масло. И мороз. И сын армазый. Твоя любимая песня заиграла Мне просто хочется Постоянно улыбаться И говорить, что я в ахуе Потому что я не знаю, что еще на это сказать Никто для меня в жизни такого не делал И это официально Самый лучший день рождения в моей жизни И мне хочется кичиться Просто на весь ютуб На весь интернет Вообще на весь мир своим мужчиной Потому что это действительно Лучший мужчина Вообще на земле, на свете В моей жизни Я очень счастлива, что встретила его И безумно-безумно благодарна Миллион раз Это было просто видео Воебон Поделиться эмоциями Поделиться радостью Мне очень хочется на самом деле Записать еще видео о наших отношениях О том, как мы выстраиваем коммуникацию И так далее Потому что Ну это действительно не только Из-за подарка И этого сюрприза Во всех смыслах Это самые лучшие мои отношения Самые счастливые И это самый замечательный мужчина Которого я когда-либо встречала Поэтому, если вам будет интересно Я бы записала какое-то видео О наших отношениях Где я поделюсь Какими-то фактами О нашей коммуникации Возможно Как мы решаем наши конфликты Как мы проходили через наш первый кризис В общем, спасибо большое Что подсмотрели это видео Подписывайтесь, чтобы подсматривать еще А я вас целоваю во все места